Микс Ньюз Привет, ты богачик. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решатся. Ну что, добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, будем надеяться, что все проблемы решатся, в том числе и проблемы, которые занимают нас всех, сидя на карантине, в самоизоляции. Тем не менее, современная техника творит чудеса. И вот Ирина Богачик, российский психолог, психотерапевт, у нас на прямой связи по скайпу. Здравствуйте. Добрый день, Ирина. Добрый день. Мы в прошлый раз, когда еще встречались, вот лично сидя в студии, обещали, анонсировали, рассказать нашим слушателям о созависимости. Ну и вот, наверное, сегодня как раз мы посвятим программу этой теме. Но, наверное, для начала, может быть, стоит объяснить нашим слушателям, как, все-таки, что значит такое слово созависимости, что это, чем это грозит отношения. Созависимость или созависимые отношения на самом деле сейчас очень распространенное явление, потому что современный человек, несмотря на вот передовые технологии, с которыми мы сейчас, например, сталкиваемся, очень часто бывает нецелостный, незрелый и невзрослый. И созависимость — это такие нездоровые, неадекватные, даже иногда опасные отношения, заключающиеся в потребности в другом человеке. То есть, когда кто-то не может быть без вот этого другого. Ничего нет страшного, если мы в близких отношениях, мы встречаемся, мы проводим вместе время, у нас какие-то общие интересы и даже взгляды на жизнь. В этом это как раз очень хорошо. Но вот когда эти отношения становятся чрезмерно близкими, то вот они могут зачастую очень многое разрушить. И вот такими сигнальчиками созависимых отношений являются следующие. Например, вы начинаете чувствовать, что очень поглощены партнёром, что вот ничего вас больше не интересует в этой жизни, а только всё, что связано с вашим партнёром. Ещё раз повторю, это не обязательно любовный партнёр. Это, кстати, могут быть отношения родителей и дети. Это могут быть отношения друзей между собой. То есть, чисто о любовных отношениях я скажу чуть позже. Они, в принципе, все по одному шаблону идут. Ещё раз повторю, это не только про любовные отношения. И так ты начинаешь чувствовать, что ты всё время поглощён своим партнёром. Ты зависишь от его мнения. То есть, тебе обязательно нужно проконсультироваться. Ваша самооценка зависит от его взглядов. То есть, вам обязательно нужно узнать, что он считает по этому поводу. И, конечно же, эмоции и действия вашего партнёра, они всегда важнее ваших. То есть, если встанет выбор, куда пойти и что делать относительно вас или относительно партнёра, то скорее будет предпочтён партнёр. И вот эти сигналы, вот их совокупность, знаете, как симптомчики складываются в синдром. Вот они уже сигналят нам о том, что что-то не то. Посмотри, посмотри. То есть, идёт нарушение границ. А ведь кто-то ведь скажет, что это и есть настоящая любовь. Ведь когда полностью мы живём этим человеком, что мы готовы пожертвовать, ну, для нас важно именно его мнение. Мы хотим узнать, что он думает об этом и об этом. То есть, вот, ну, это же всё совпадает один в один с тем, что переживают влюблённые на, ну, вот, в стадии медового месяца отношения. На стадии влюблённости, конечно же. А когда вот эти отношения продолжаются гораздо дольше и уже, даже не то, что дольше, а начинает происходить некий вред твоему здоровью и твоей личности. Вот об этом сейчас очень подробно я буду рассказывать. Да, потому что поначалу кажется, ну, так это же и есть та самая любовь, о которой все мечтают. Итак, отличие здоровых отношений от созависимых. Начну с этого. Итак, в здоровых отношениях всегда превалирует любовь и изобилие. Что значит изобилие? То есть у меня, благодаря моей любви, много энергии. Я хочу летать, парить, я хочу создавать какие-то новые проекты. Я на такой вот дружеской, позитивной волне, на работе, с друзьями и так далее. А вот в созависимых отношениях преобладает страх и нужда. Страх, что я могу оказаться без своего партнёра, а нужда заключается как раз в том, что мне не хватает энергии. То есть у меня ощущение, что если рядом со мной нет вот этого близкого человека, то я ничего делать не могу. У меня руки опускаются, у меня нет энергии не то, что там создавать что-то новое, какие-то новые проекты, а просто элементарно вести свою повседневную жизнь, вплоть до того, что с утра встать, уложить волосы, красиво как-то нарядиться, сделать макияж. Ничего не хочется. То есть потому что нет энергии. И всё сосредоточено на том, чтобы только думать и думать и думать о том, что я хочу быть рядом с этим человеком. И вот схема созависимых отношений бывает двух типов. То есть, например, в созависимых отношениях оба партнёра страдают сильной привязанностью. И да, это бесконечно. Мне надо тебя видеть, я хочу тебя слышать, ты мне нужен, жизнь без тебя не имеет смысла. И это ещё на самом деле не самый худший вариант. Это просто, так знаете, как экзальтированная любовь. А вот второй вариант, он, к сожалению, конечно же, трагичен. Когда один из партнёров страдает созависимостью, а второй наслаждается вот этой властью, контролем и иногда манипулирует этим зависимым человеком и требует от него иногда ужасных вещей. И вот теперь я как раз перейду к признакам созависимых отношений. Прямо детально, как я люблю, структурировано. Буду рассказывать и показывать, в чём же здесь отличие от здоровых отношений. Ну, первый признак созависимых отношений, что вы боитесь самостоятельно принять решение. То есть вам обязательно нужно обо всём посоветоваться со своим партнёром. То есть обсудить все аспекты жизни. Например, вы спрашиваете разрешение встретиться с друзьями, потому что думаете, а вдруг моему партнёру будет это неприятно. Вы спрашиваете решение и позволение принять какое-то предложение по работе или, например, войти в какой-то новый проект. Да вплоть до того, что вы не можете купить себе ни одной вещи, пока вы там не сфотографируете селфи, не отошлёте и не спросите, как ты считаешь, мне это идёт или нет. То есть вообще ни одного самостоятельного решения. И почему такое происходит? Потому что человек не доверяет себе из-за низкой самооценки. И поэтому выбирает часто не то, что он хочет, а то, что хочет его партнёр. А, конечно же, в здоровых отношениях мы всё равно должны иметь собственное мнение и иногда следовать ему, а не спрашивать абсолютно на всё разрешение у своего партнёра. И с первого признака вытекает автоматически второй. Он называется тотальное согласие. И кажется, ну как хорошо, что я принимаю вообще все интересы и потребности своего партнёра. Да ничего хорошего здесь нет. Потому что получается, что у тебя нет собственного мнения и вообще собственной идентичности. То есть ты готов на всё согласиться, лишь бы избежать ссор, лишь бы избежать споров и так далее. Потому что тебе кажется, что в этом разрушаются отношения. А они не разрушаются. В своей передаче про ссоры, которая была не так давно на Болткоме, я как раз рассказывала, что ссоры – это нормальное явление. Люди должны ссориться и спорить должны. А если человек не спорит и совсем соглашается, то кто? Это не целостный субъект, а именно ребёнок. И вот эта эмоциональная незрелость, вот нездоровость, потому что он боится высказывать мнение, как вот иногда бывает, боятся высказывать мнение дети своим родителям. А споры должны быть. И я вот здесь, кстати, приведу пример здоровых и созависимых отношений. Пример созависимых отношений одной девушки, её партнёр, дарит ту самую пресловутую розовую кофточку. А она совершенно ей не идёт, и она для того, чтобы не обидеть своего партнёра, потому что это был достаточно дорогой бренд, каждый раз надевала эту кофточку, мучилась и говорила, «Боже мой, я выгляжу как дура, извините за выражение, в этой одежде, но я ничего не могу поделать, потому что это он мне подарил». Другая история. Моя подруга вышла замуж за мужчину, иностранца, живущего в арабской стране, в Иордании. И как-то один раз, он, кстати, учился в Санкт-Петербурге, в медицинском институте, и здесь его немножечко приучили выпивать, поднимать рюмочку по поводу каких-то праздников и так далее. И вот какой-то был у них национальный праздник, и он поднял рюмочку и сказал, «Пожалуйста, я хочу, чтобы все выпили за короля Хусейна». Она сказала, «Даже не подумай, это вообще твой король, почему я должна за него выпивать?» Он говорит, «Нет, ты не считаешься с моими традициями, с моими интересами и так далее». Был жуткий скандал, но после этого они договорились между собой, что вопросов политики и веры они в своей семье не обсуждают, потому что это, кстати, одни из самых серьёзных вопросов, по которым люди зачастую не могут договориться как раз. А вот, скажем, а если взять, тоже совсем недавний пример, наша латвийская актриса Агата Муценеца, которая сейчас разводится с Павлом Прилучным, российским актёром, как раз там, по-моему, в главе скандала тоже были проблемы, что он жёстко контролировал её, и она с ним согласовывала постоянно все свои роли, все свои проекты, и он или давал разрешение, как бы, своё благословение, или отказывал. То есть вот это можно считать тоже таким вот, ну, проявлением созависимых отношений? Да, это вот, скорее всего, как раз второй тип отношений, когда, скорее всего, этот мужчина считал, что женщина от него очень зависима. У них, по-моему, очень ранний брак был, и дед, ребёнка они родили. Вот, и он, может быть, считал, что она полностью в его власти, в его контроле, она никогда с ним не расстанется, ну, потому что вот у них такая, знаете, любовь Ромео и Джульетты, и они же всегда, кстати, вот этим хвалились, что вот у нас такая ранняя любовь, и мы не побоялись ребёнка родить и так далее. Но хорошо, что она поняла, что, видимо, в этих отношениях она нездорова, прежде всего психически, а может быть, даже и физически. И если женщина принимает такое решение, несмотря на вот ту самую любовь детей, ну, наверное, отношения были негармоничными. Да, и здесь можно тоже говорить об этом. И вот, кстати, следующая причина созависимых отношений – это когда как раз интересы партнёра важнее собственных. И зачастую здесь в основе лежит детская травма, когда тебя в семье приучали, что тебе нужно заботиться о других, или, прежде всего, проблемы других важнее, чем твои. И вот такой человек, он цепляет вот эту вот формулу, и с ней идёт уже во взрослую жизнь. И, например, у этой девушки уже собственная дочь, дочь родила внуков. И вот интересы внуков полностью подавляют интересы собственные, вот этой в данном случае уже бабушки. И, например, когда родители говорят этим внукам, «Пожалуйста, пропылесоси или приготовь еду или помой посуду», бабушка говорит, «Давайте быстрее, быстрее, чтобы никто не видел, я за вас это сделаю». А ведь, по сути, это те же самые созависимые отношения. Она хочет их заслужить любовь, похвалу, потому что в своё время в семье только таким образом получал человек ощущение любви, когда его хвалили, и он чувствовал, что он кому-то нужен. Но быть нужной для всех совершенно необязательно. Это исключительно признак созависимых отношений. Вот иногда из-за того, что я чувствую, что мне нужно обязательно быть кому-то нужным, возникает следующий признак созависимых отношений. Они, знаете, как бусы, вот как косичка плечётся, когда человек начинает поступаться принципами. Ну, например, у каждого человека есть свои границы и свои какие-то принципы. И вот, например, этот человек, ну вот, пофантазирую, никогда никому не давал денег в долг. А тут вот он вступил в такие любовные отношения, и всё, и задурманилась голова, и ему кажется, что его партнёр самый лучший, и вдруг этот партнёр просит деньги на какой-то свой проект. И человек, поступая своими принципами, отдаёт ему сэкономленные какие-то средства, которые вообще планировалось потратить на себя, на какое-то своё развитие и так далее. Отдаёт, и этот проект пустой, деньги эти прогорают. И человек соглашается, говорит, ничего страшного, ведь я же его люблю, я готова была отдать всё для него. И вот здесь срабатывает вот этот момент хорошей девочки или хорошего мальчика, что я же ради него, а не надо ради него. Здесь как раз очень важно, чтобы ты был целостен и сохранен, и всё-таки свои принципы не нарушал. Или, например, опять же, касаемо этой религии, если твой партнёр навязывает тебе своё мнение. У меня, кстати, в терапии была одна пара, а девушка пришла и говорит, он меня регулярно заставляет в воскресенье ходить в храм, а я не хочу. Каждый раз он мне устраивает скандалы по поводу того, что я не ношу крестик, а я не хочу. А он говорил, если ты со мной, ты должна следовать тем же канонам веры, которым следую я. А ещё хуже там было, потому что он не соглашался с ней ступать в интимную близость по религиозным, опять же-таки, каким-то там канонам. И она говорит, он мне говорит, в пятницу, допустим, там секс нельзя, а я хочу в пятницу, я молодая женщина. А он мне говорит, нет, потому что там какой-то пост, там ещё что-то. Ну, в общем, это послужило серьёзной причиной к тому, чтобы они расстались. А созависимый человек, он пойдёт на всё, он готов сменить веру, он готов отказаться от родителей и вообще от каких-то принципов, которые до этого были просто святыми для него, что называется. Следующим признаком созависимых отношений является то, что увлечения партнёра, они играют гораздо большую роль в жизни, хотя вы совершенно их и не разделяете. Ну, например, девушка, балерина, знакомится с молодым человеком, который очень любит вкусно покушать. И он её вводит во всевозможные рестораны. И как уже я в одной из передач своих говорила, если вы идёте куда-то, вы должны разделять гурмэ пристрастие, то есть вы должны совместно поглощать еду, она, конечно же, начала везде в этих ресторанах кушать. Вот уже один килограмм лишний, два килограмма лишних, и три, и десять. Но когда она не кушала с ним в ресторане, он начинал ей предъявлять претензии и говорить, что такое, я один, что ли, буду есть? Мне нужно, чтобы ты со мной участвовала в этом. И она, опять же-таки, принципами своими пренебрегла, своими интересами пренебрегла, и потом пришла ко мне в терапию с огромной проблемой и жаловалась на то, что она набрала вес, она ничего с этим поделать не может. То есть она теряет свою форму, она невротизирует, но ей гораздо важнее быть в этих ресторанах со своим мужчиной, потому что она говорит, если не буду я с ним, с ним будут друзья, а я хочу много времени проводить с ним. Или иногда женщины, например, начинают ходить на футбол с мужчинами или на хоккей. Замечательно, если тебе это нравится. А вдруг тебе это жутко не нравится? А плюс там ещё пьют пиво. И таким образом часто, кстати, люди могут пристраститься к алкогольным напиткам или, допустим, к наркотическим каким-то препаратам. Тоже вот очень большое количество людей ко мне приходит в терапию, когда начинают говорить, что я попробую, потому что у меня была любовь. Мой близкий человек употреблял, например, вот этот какой-то запрещённый препарат. И что? И всё летит в тар-тарарай. Поэтому вот в этот момент, когда ты чувствуешь, что не есть ли в этом какая-то ложь в том, что если я буду интересы партнёра точно так же разделять, он меня за это будет больше любить. Вот здесь нужно подумать. Первый вопрос задать себе. А желанна ли ты или желанен? То есть, ну и в ту, в другую сторону, да? И второй вопрос. Ощущаешь ли ты спокойствие и безопасность с этим партнёром? Например, когда он просит тебя вместе с ним, я не знаю, попробовать какие-нибудь там грибы, потому что вы поехали в отпуск в Амстердам. Вот. И вот ощущаешь ли это безопасность? И здесь я, конечно, хочу вспомнить знаменитую пирамиду Маслоу и сказать, что безопасность – это одна из самых важных потребностей человека, и она стоит, да? То есть, она является базисом. А вот социальные интересы, они гораздо выше. Поэтому если вы ощущаете, что безопасность ваша рушится, то никакие интересы уже точно не нужны, потому что вы подвергаете именно свою жизнь опасности. А это ведь может быть, я понимаю, что и, например, игрозависимый человек, который просит денег в надежде отыграться, это могут быть не просто связаны с риском физическим, может быть, но гораздо более широкое понятие безопасности. Конечно, конечно, конечно. Здесь речь как раз идёт о том, что не надо обязательно разделять интересы, а уж тем более интересы, ну, какие-то, ну, не совсем социально одобряемые со своим партнёром, только из желания, чтобы побольше с ним побыть, времени провести и так далее. А почему возникает вот такая вот потребность? Потому что следующей причиной созависимых отношений является постоянная ревность. У нас целая передача была этому посвящена, ревность называлась, но здесь кратко затрону этот момент. Тот человек, который чрезмерно ревнует, у него, а, детская возрастная фиксация, и, б, низкая самооценка. И в данном случае человек начинает чувствовать угрозу вообще от всех людей. В созависимых отношениях человек начинает ревновать абсолютно ко всем. И он чувствует конкуренцию со стороны близких, родных, своего любимого, от родственников. И зачастую не показывает вот эту свою ревность, считая, что, ну, в общем, наверное, я могу поставить под угрозу отношения. Но она никуда не девается. Вот эта энергия остаётся, и она превращается в такую пассивно-агрессивную форму, когда человек всё время ходит в состоянии некой обиды и озлобленности именно от того, что он безумно ревнует, а сказать не может, потому что боится вызвать недовольство со стороны своего партнёра. Вот. И очень важно в созависимых отношениях, это следующий признак, знать, где и с кем находится твой партнёр. Может быть, мы здесь вот подвесим интригу и буквально ненадолго прервёмся, после чего вернёмся в студию и продолжим программу. И на радио «Болтком» продолжается программа «Советы богачек». Ирина Богачек – российский психолог, психотерапевт нашей, ну, хотел сказать, студии, но по скайпу. И мы говорим сегодня о созависимых отношениях, как раз вот в первой половине мы говорили о признаках созависимых отношений, остановились вот на постоянной ревности и тотальном контроле. Да-да-да. То есть одним из признаков, дальше продолжаю свою линейку, созависимых отношений является то, что возникает потребность всё время знать, где и с кем находится твой партнёр. И если он встречается с друзьями, то начинается рефлексия по поводу того, что, наверное, ему со мной уже не так интересно, если, допустим, он предпочитает встречу со мной, встречи с друзьями. Наверное, я ему не так нужна. И поэтому бесконечные СМС, звонки, а где ты, а что ты, а когда ты вернёшься, а когда мы увидимся. И, конечно же, вот это вот очень сильно изматывает, если всё-таки один из партнёров, ну, плюс-минус в здоровых отношениях, а другой в созависимых. Очень часто, кстати, в созависимых отношениях партнёры начинают требовать друг друга измениться. Или, например, один партнёр требует другого измениться. Я хочу, чтобы ты стал таким-то. Это может касаться и физической формы, это может касаться и личностного развития. Хочу, чтобы ты вот это делал, вот это делал. А ведь, по большому счёту, нужно признаться, если я выбрал этого человека, ну, я же выбрал его вот таким. И, конечно же, в здоровых отношениях мы понимаем, что ни в коем случае нельзя предъявлять вот эти чрезмерные ожидания. Потому что по большому счёту люди не меняются по своей сути, особенно взрослые люди. И о каждых будущих поступках человека мы судим по его прошлым. И считать, что вот именно с тобой он обязательно изменится, ну, в общем, это миф. А иногда в созависимых отношениях один начинает требовать от другого, тот мучается, попадает в какие-то ужасные истории. Помните, я приводила пример, когда мужчина девушку с собой на горнолыжный курорт увёз, заставил ехать по горе, и, в общем, она сломала себе руку. А потом она же ещё и виновата в том была, что он её повёз, и ей делали очень дорогостоящую операцию. Вот. Но отдельно я хочу коснуться именно любовной сейчас созависимости, потому что до этого всё, что я рассказывала, это ещё раз повторяю, может быть в отношениях родителей-ребёнок, то есть мама и, например, сын или дочка. То есть, например, когда сын или дочка бесконечно советуются с мамой обо всём, а мама без конца звонит и контролирует. Любовные отношения по тому же шаблону, но есть своя специфика. И вот здесь вот я сейчас как раз на нюансах любовных отношений остановлюсь. Ну, прежде всего, если люди в любовных отношениях, то даже трудно себе представить отсутствие любимого. А уход любимого вообще воспринимается как катастрофа, и очень часто люди говорят, если ты меня покинешь, я вообще умру, то есть я не смогу существовать без тебя. Потому что любовная аддикция или созависимость, она заключается в одержимости, то есть в стремлении постоянно быть рядом с объектом страсти, прикасаться, вдыхать его запах, слышать его голос. То есть просто вот сейчас, когда люди, например, которые находятся в созависимых отношениях, оказались, например, в разных странах, то есть я представляю, что с ними творится. Потому что, ну, это смерти подобное. И находясь в таком состоянии, когда рядом нет вот этого любимого, люди перестают заботиться о себе. Они перестают есть, перестают спать. Они ничего не хотят делать, потому что энергия настолько снижена. Если твой партнёр рядом с тобой, плюс-минус она, эта энергия распределяется. А когда её нет, то она вся тратится вот как раз на это ожидание. Потому что, ну, есть такая поговорка, народная мудрость, что хуже нет, ждать да догонять. И вот ожидание встречи с любимым иногда может привести человека в больницу, в клинику неврозов, и очень снизить его иммунитет. А почему энергия тратится на партнёра? Потому что всё остальное вообще неинтересно. То есть интересно только то, что касается твоего партнёра. И поэтому люди готовы сутками сидеть в скайпе, если вот у них нет возможности встретиться, писать друг другу письма, разговаривать, просто молчать в трубку, чтобы хотя бы чуть-чуть, немножко физически ощутить вот эту близость. Почему? Потому что размыты границы. Захватывает твою личность полностью, вот эта любовная созависимость. И, конечно же, эта любовь очень часто превращается в тотальный контроль. А с кем сейчас был в сети твой любимый? А почему он был с кем-то, а не с тобой? Значит, возможно, ему там интереснее. И это очень часто приводит к бурным эмоциям. То есть люди начинают выяснять отношения. Я не чувствую больше твоей любви. И когда второй даёт эмоции, вот таким образом создаётся иллюзорное ощущение, что всё-таки между нами чувство есть. Если вот эти эмоции настолько бурные, значит, мы любим друг друга. И вообще можно сказать о том, что страстная любовь — это как истовая вера. То есть твоё сознание полностью зашумлено твоим партнёром. Ну и причины какие? Та же самая может быть детская травма, недостаток любви или холодность, суровость родителей. И вот когда в твоей жизни появляется такой человек, он как бы заполняет эту пустоту, и ты понимаешь, что ты это заслужил. А если тебя бросают, то ты сам виноват. И здесь, конечно, люди могут впасть в такое состояние, что без помощи специалиста просто не обойтись. И, конечно, немножко хочу сейчас я рассказать о неких мифах, которые связаны с созависимыми отношениями. Ну, очень часто, собственно, что мне Олег в начале передачи сказал, что это же про любовь. Это же вообще вот на самом деле... Песня Киркорова «Я без тебя умру». Вот эта песня, Змея, «Я без тебя умру». То есть это получается, что песня Киркорова про созависимые отношения, всё-таки они про любовь. Конечно, про созависимые отношения. Потому что одна, кстати, из формул людей, которые находятся в любовной созависимости, что мы хотим прожить всю жизнь и умереть в один день. Знаете, как во всех сказочках пишется. И считается одним из мифов, что если я вот так много буду делать для своего партнёра, то я проявляю чуткость и внимание. А твой партнёр, например, иногда мечтает побыть один или заняться чем-то своим. Например, я не знаю, подписать книжку или посмотреть, я не знаю, какие-нибудь коллекции одежды или, например, просто самому погулять по, я не знаю, Лувру и посмотреть какие-то картины. И он хочет сделать это один или послушать какую-то музыку, которую он хочет послушать именно один, чтобы она проникла в него. Твой партнёр без конца тебя дёргает и говорит, а почему без меня? Я хочу быть с тобой. Почему ты хочешь побыть один? Я что, тебе уже не так важен, не так нужен? Ведь я же хочу сделать как лучше. Вот здесь вот этот миф о том, что вот эта чрезмерная чуткость и внимание, а не созависимость. Кстати, часто считается, это следующий миф, что созависимость возникает в семьях таких неблагополучных, когда родители ругались между собой, кто-то из родителей был алкоголик или, допустим, над ребёнком издевались, не давали ему тепла. Это, конечно же, да. Но зачастую люди с вот этим качеством, то есть склонностью к созависимости, могут быть и в абсолютно здоровых семьях, однако в которых было очень много заботы, но в то же время и очень много требований по типу «ты должен быть ответственным» или «ты должен быть хорошим ребёнком, пожалуйста, сделай вот это, вот это, вот это». И ребёнок старался в ущерб себе иногда сделать что-то, чтобы заслужить похвалу. Потому что вначале ребёнок зависим от мамы, от папы. И когда меня хвалят, и вот это одобрение высказывают, таким образом ребёнок получает любовь. И в дальнейшем, кстати, в созависимых отношениях, он может эту формулу перенести туда же и делать всё для того, чтобы заслужить похвалу и одобрение своего партнёра. Часто считается, что созависимость или есть у человека, или нет. Так вот я хочу вам сказать, что абсолютно любой человек может попасть в созависимые отношения. То есть здесь ни тип нервной системы, ни личностная зрелость, ничего это не предохранит, что называется, от созависимых отношений. И поэтому следующий миф, что созависимость характерна только для слабовольных. Только слабовольные попадают в вот такие зависимые отношения. Далеко не так. Очень часто как раз в такие отношения попадают стойки, то есть люди волевые, целеустремлённые. И вот именно им кажется, что вот сейчас я в этой любви спасу своего партнёра. Например, вытащу его из алкогольной зависимости или наркотической, или игровой. И это могут сделать только сильные люди, когда, понимаете, вот она ездит и его ищет там, я не знаю, по всем злачным заведениям. И, кстати, это мужскую и женскую сторону работает. Вот у Брэда Питта первые две жены одна алкоголичка была, вторая суицидница. Вот он их ездит, спасал. Да, собственно, и третью такую же нашёл. Кстати, я не знаю, там, что-то они разводились, сходились. Не знаю, на каком этапе у них сейчас отношения. И один из мифов, который я развенчаю перед тем, как давать советы, советы богачек, это что от созависимости невозможно избавиться. Созависимость – это болезнь. Если это болезнь, а не состояние, то у болезни есть начало, кульминация и конец. Конец может быть разный. Может быть летальный исход, может быть выздоровление, а может быть выздоровление с последствиями, с хронической формой какой-то. И в данном случае я хочу сказать, что даже если близкий человек говорит вам, что он вам предлагает лучший путь, лучшую дорогу, вообще лучшую жизнь, подумайте, стоит ли ей следовать. Может быть, он не истинно в первой инстанции или она. И у вас свой собственный путь. И вот сейчас я и хочу перейти к тем самым советам богачек, собственно говоря, как избавиться от созависимости. Ну и прежде всего, ну как психотерапевт я сейчас буду рассуждать, но я достаточно легко буду говорить об этом, ничего сложного. Прежде всего нужно осознать, что это есть. И для этого вы можете ещё раз и ещё раз и ещё раз прослушать вот нашу с Олегом передачу, для того, чтобы понять всё-таки, есть у вас такие созависимые отношения или нет. Если вы осознали, вот что называется, наступает точка Х, когда человек говорит, что я болен, вот именно с этого момента можно выстроить вектор выздоровления. То есть, может быть, он выздоровеет не сразу, но то, что у него появляется намерение, даёт возможность перенаправить энергию в другую сторону и попробовать выйти из этих отношений. То есть, нужно осознаться, да, осознаться, что эти отношения действительно созависимы. Вот это принять, то есть этот факт. Да. Самое главное. И именно с этого момента можно уже считать, что выздоровление начинается. Дальше, конечно же, нужно осознать, кто я и вообще, куда я иду. Потому что очень часто люди, которые находятся в созависимых отношениях, они, знаете, как бы под анестезией. Чувства подавлены, потому что страшно и больно. А что будет, если я вдруг расстанусь с близким человеком? Да, будет страшно. Да, будет больно. И ты должен тоже как бы подготовиться к тому, что тебе придётся вытащить эту занозу. То есть по-лёгкому, вот однозначно по-лёгкому, не бывает. Здесь будет сложно. И здесь будет больно. Конечно же, желательно разобраться с давними какими-то историями, переживаниями и сравнить их с сегодняшним днём. Потому что очень часто наши отношения с партнёром, в особенности созависимые, это наши отношения с мамой. И я сейчас, как психоаналитик говорю, и неоднократно уже это подчёркивала. И, может быть, иногда здесь и самому бывает сложно, и потребуется помощь специалиста, в данном случае психотерапевта. Конечно же, нужно перестать обвинять себя, потому что чувство вины — это агрессивная такая вот разрушающая мартирная энергия, которая, конечно, будет тебя разрушать, вот разъедать, знаете, как ржавчина. И как ты можешь перестать обвинять себя? Сказать себе, что я достоин любви. Ну и прежде всего, не надо думать, что это на всю жизнь. Ничего не бывает постояннее временного и наоборот. И, может быть, как раз стоит подумать о том, что жизнь больше, чем любовь. Хотя, конечно, каждому хочется, чтобы всю его жизнь сопровождала его любовь. и конкретные техники, советы. Ну, прежде всего, нужно убить надежды на перемены. То есть, когда ты думаешь, что ты можешь изменить что-то в этих отношениях, а ты уже сто раз просил, сто раз умолял, ну, чтобы, например, человек не пил или не играл или ещё что-то, или не гулял и так далее, ничего не изменится, потому что это твоё желание, это твои ожидания. Если человек с той стороны ничего не делает, то твои ожидания бессмысленны. И не надо, знаете, очень часто люди себе придумывают какие-то такие вот объясняющие, успокаивающие истории. Например, у нас кармическая ментальная связь. То есть, мы посланы друг к другу, там, я не знаю, Вселенной. Поэтому это мой крест. Я обязательно должна его нести. Забудьте. Вот эту мысль, вот эту мысль нужно развенчать. Человек, если он не поменялся, у него просто нет желания. Поэтому нужно, прежде всего, для себя искать новые смыслы. Сейчас я объясню, что это такое. То есть, создавать новый, достаточно сильный образ будущего. Пофантазируйте, что бы вы хотели в этой жизни. Вот как будто бы это был океан и в нём острова. Вот этот остров родителей, вот этот остров друзья, вот этот остров ваша работа. Вот здесь, допустим, ваше хобби, спорт. И вот один из островов, это как раз ваш партнёр. Вы можете даже нарисовать эту картину. Очень часто, кстати, арт-терапия помогает. И вот смотрите, если только один остров уйдёт под воду, то есть ещё много других, на которые вы можете доплыть и спастись на них. не стоит бежать от боли, а нужно поговорить с ней. И здесь, конечно, очень хороши техники, о которых тоже я уже говорила, и гештальт-терапия, нейролингвистическое программирование. Поговорить со своей болью, то есть создать некую метафору боли, определить, где она живёт. Чаще всего созависимость, конечно, болевая живёт вот здесь, потому что в области груди у нас живут чувства и эмоции. То есть нужно достать с этой болью, достать эту боль, вытащить, посмотреть, как она выглядит, на что она похожа. Очень часто люди говорят, это камень или слизь какая-то и так далее. То есть сделать определённую трансформацию и вместо этой боли туда, внутрь, поселить что-то другое. Например, оранжевые апельсины или солнце или так далее. Здесь, конечно, иногда требуется помощь специалиста. То есть самому, может быть, бывает, сложно. И запомнить одно, что вы — это не только ваши чувства. То есть вы — это не только вот эта боль внутри вас. И тогда, если это не только чувства, а есть у нас ещё ощущения и есть ещё у нас мысли, спроси себя, а что со мной не так? Почему я использую чужую жизнь? Почему я не проживаю свою? И здесь очень хорошо работает аффирмация. Это так называемые позитивные мысли, которые желательно, чтобы человек произносил хотя бы 21 день. Например, «Я та, которая хочет и может быть дальше вот кем-то, например, успешным профессионалом, и получить то-то, то-то». Или, например, «Я та, которая хочет и может быть любимой и получить счастье и гармонию от понимания, от осознания того, что я ценная». То есть вот эта аффирмация, «Я та, которая хочет и может быть многоточие и получить ещё что-то». Ну и техники, которые вот когда тебя накрывают в моменте. Вот вроде ты принял решение расстаться, всё, всё, вот ты всё осознал и принял позицию, что да, я болен и да, я готов поработать над этим и я понимаю, что разрыв будет сложный и так далее. И вот здесь тебя прямо накрывает и у тебя начинается ломка и ты сидишь перед телефоном и думаешь, ну вот последний раз, вот последний раз сейчас позвоню, напишу, ну вот, ну может быть, вот на этот раз вселенная меня услышит и вот что-то изменится. И вот если вы уже взяли телефон в руки, то откройте не номер своего любимого, а откройте, например, заметки и многократно напишите, просто сидите и пишите, вот скажите, я позвоню, но только после того, как напишу. Итак, вы написали, что же у вас есть в ваших отношениях. Дальше вы включили диктофон и прочитали всё, что вы написали. Дальше вы включили диктофон и теперь уже только слушаете, что вы наговорили. И вот если после этих трёх этапов у вас всё равно останется желание и ощущение позвонить, вы, конечно, можете сорваться, но здесь я прошу ещё один моментик сделать. а теперь сесть перед зеркалом и в зеркало, глядя себе в лицо, ещё раз проговорить историю с этим человеком. И вот здесь очень часто бывает то, что называется такая реакция со слезами, с каким-то внутренним переживанием. И тогда у многих людей возникает ощущение лёгкости. Но даже если и здесь не поможет, то тогда вы закрываете глаза и начинаете ощущать своё тело. То есть переключаете внимание, а что сейчас я чувствую в своих ногах? И снизу вверх идём, в коленях. Что я сейчас чувствую в бёдрах? Что я чувствую в животе, в груди, в руках, от пальцев и дальше? И таким образом доходим до головы и после этого открываем глаза. И вот если и сейчас вы хотите позвонить, ну тогда вам нужна помощь специалиста. Но чаще всего вот эти техники переключения внимания, многократное диссоциирование, когда написал, прослушал, ещё раз прослушал, проговорил, они позволяют тебе выйти из вот этого состояния ломки. Ну а я желаю вам, чтобы ваши отношения были наполнены любовью и вот той самой энергии, когда бы вам хотелось творить, созидать и делиться вот этой любовью со всеми окружающими. Ну что же, тут приходили вопросы, в частности, вот один из вопросов был, а есть ли гарантия, что второй вариант окажется не хуже человека, которого мы встретим после расставания? То есть я понимаю, что может сидеть тот страх, что мы снова наступим на те же грабли, или там второй человек окажется еще более жестким, худшим вариантом? Очень хороший вопрос. Мы вообще не только наступаем на те же грабли, мы просто на них пляшем. И вот здесь нужно понять, если вы в состоянии созависимости, а, у вас может быть невзрослая возрастная фиксация, и б, вы можете быть в позиции жертвы. И вот если вы в позиции жертвы, и это уже как привычка, то в любых новых отношениях вы снова окажетесь в позиции жертвы. И здесь нужно поработать над собой. Ну что же, тут еще пришли разные вопросы, но я думаю, что у нас просто времени не будет на них ответить, потому что вопросы такие глобальные, как выйти из депрессии и панических атак. И я понимаю, что следующий вопрос от того же человека имеется в виду бизнесмена, который сейчас волнуется о своем бизнесе, вот какие-то такие вот вещи. Может быть, это можно... А я, кстати, могу предложить нам тему следующей передачи «Гнев и апатия». И в данном случае в разделе «Апатия» я как раз затрону тему депрессии. Замечательно. Спасибо большое. Ну и я еще раз напоминаю, что время наших встреч оговаривается дополнительно. Следите на сайте Микс Ньюс, мы обязательно проанонсируем. И в эфире Радио Болтком. Ирина Богачек сегодня была с нами по скайпу в программе «Советы Богачек». Всего доброго. Всего доброго.